Друзья, привет всем! Супер геймплей от Каргиза в новом сезоне с мега каким-то сетом. Да не важно, какая разница, вот какой сет, какая движуха, главное же что? Главное, что нас ждет супер нереальный крутецкий скилл. И понятное дело, что большое количество убийств. И сразу же вот здесь вот закрывает чела, пользуясь, точнее, с фишечкой с заборчиком. И пацаны к этому пока еще не готовы. Странно, уже сколько, больше месяца этот ивент, и в первые же дни открыли эту фишечку. Но до сих пор, посмотрите, чуваки не шарят, что нужно это чекать, что нужно это смотреть. Ну и естественно, за это максимальнейшим образом наказаны. Пока что по сетапу все не очень хорошо, потому что патронов даже на АКМ нет. Вектор, конечно же, крутая пушка в ближнем бою, но против сквадов нужно быть очень осторожным в плане экономии патронов. Не в принципе боезапаса, а в плане рожка, потому что у Вилмага нет. Если ты будешь воевать сразу же с двумя соперниками и выйдешь слишком сильно, то тебя могут поймать просто на перезарядке. Поэтому с Вектором стратегия такая, что ты чуть-чуть выглядываешь, стреляешь вот этим вот бюрстом из 19 пуль. Это в принципе более чем достаточно по времени для того, чтобы выпигнуть. Ну и потом заходишь обратно и перезаряжаешься, как-то прячась, если тебя рашат. Ну вот здесь наконец-таки нашел себе стандартный, можно сказать, сетап. Это Скорелька плюс АКМ и тут уже игра начинается, так сказать, на моих правилах. Ну, на правилах Киргиза. Конечно же, друзья мои, хочу напомнить вам, что спонсором данного ролика является компания 1Х. Наиболее надежная и с самыми лучшими коэффициентами. Так что если вы смотрите спортивные и киберспортивные матчи, хотите, чтобы этот просмотр был еще интересней, еще более эмоциональным, то в закрепленном комментарии под этим роликом вы сможете найти ссылку. И там по промокоду Ракетс вы получите до 520 долларов бонусом. Я желаю вам всем только удачи и только побед и плюсовых ставок. Здесь же максимально все просто. Нашел кошку, занял высоту и пошла движуха. Просто как будто бы в тире, как будто бы зашел за пацанчиками и налегке закрывает каждого из них. Ну и понятное дело, что там даже не могло быть никакого сопротивления, потому что у людей нет просто позиции. А, как мы знаем, позиция решает абсолютно все. Ну вот здесь единственное, что оказался какой-то парень за деревом. Его Киргиз в первый раз не досмотрел. Кинул хорошую гранатку. Замаскировал под своими выстрелами. Как раз таки ХАЕшку для того, чтобы чел не смог понять, не смог увидеть, что ему вообще нужно. Ну и понятное дело, что тут же сразу же отлетел. Посмотрите, нашел МГ-3 в одном из трупов. Это максимально приятно. Теперь его сетап, можно сказать, эталонный. По идее, вот М416 плюс МГ-3 вообще, в принципе, ну как бы, типа не перестреливаем. Это наиболее эффективный и наиболее жесткий сетап, который только может быть. Потому что, ну, М-ка, понятное дело, универсальна на любой позиции, на любой дистанции. Но на ближней, естественно, будет проигрывать каким-то более мощным ганом. Ну вот МГ-3 в этом плане на скорострельности 990 выстрелов в минуту стирает абсолютно все. Потому что это самая жесткая по урону, по ДПСу, так сказать, пушка. Перестрелять ее математически невозможно. То есть понятное дело, что все, естественно, зависит от скилла, от того, как наводишься, от того, как трекаешь, от того, как попадаешь. Естественно, если стрелять в воздух, то что с МГ-3 будет 0 ДПС, что, я не знаю, с чего угодно, что с кулаков. Вот, поэтому как бы разницы никакой. Но вот именно в теории, если попадать одинаково, так скажем, то эту пушку перестрелять невозможно. Но, в принципе, что мы здесь и видели, тут даже вот это оружие помогает вам выходить из каких-то более хреновых ситуаций для себя, как вот это сейчас было для Кыргиза. То есть он выходил из баги, там анимация, где-то полсекунды или даже 0.7 он не мог нормально стрелять. И вот этих 0.7 секунд уже хватило сопернику для того, чтобы получить небольшое преимущество по ХП. И вполне вероятно, что файт МК на МК, особенно если у обоих третий гир, здесь Кыргиз мог бы и проиграть. Но опять же из-за того, что сразу же начал стрелять от бедра с МГ-3, сразу же пошел дичайший урон. Вот, пожалуйста, победил в данном противостоянии. Забирает еще одного парнягу, это уже в теории 18 фраг, по идее сейчас его должен добить, хорош. И на гадке вроде как больше никого особо и нет. Кстати, такая себе, знаете, позиция для фарма, то есть на гадке, ну вот очень редко бывает прям много игроков, она хорошая, но зависит от зоны, крайне ситуативная. Поэтому вот можно здесь сказать, что Кыргиз немного потерял времени, в теории, если бы приехал, например, сразу на починке, мог бы получить больше. Здесь как-то сверх нормы, на мой взгляд, играет сверх аккуратно. То есть, я не знаю почему, может быть, решил, что перед ним какой-то прям жесткий чел, но, вы видели, прям выглядывал супер как-то осторожно на ТТК, на крайне низкие бюрстовые тайминги, при условии, что у чела совершенно нет укрытия. То есть, так обычно делают, если у тебя мало ХП, либо если прям ситуация какая-то трудная. Здесь Кыргиз явно был в доминирующей позиции, но все равно как-то почему-то решил перестраховаться. Ну вот, не знаю почему, как-то вот он проявил уважение, так скажем, к этому сопернику, но должно было быть, по идее, вот так. То есть, просто он выглянул и забрал одним спреем на легке. Очко, друзья мои, хорошо, так засмотрелся, что он мог сейчас пропустить, не увидеть, но благо очко оказалось длинным. Вот у тебя, слышишь, чел, в желтом длинное очко. Ну, если потому, как ты прыгаешь по полю, я думаю, что очень даже. 22-22, ни хрена себе, друзья мои. Только что можно было загадать желание, но вот оно уже испортилось. Но, может быть, будет еще одна такая возможность. Снова нашел MG3. Кстати, обратите внимание, поменял MG3 на грозу. Интересный такой выбор. Может быть, в пользу стабильности. Может быть, планирует потом авик брать, потому что все-таки, вот, например, брать сетап MG3 плюс авик, он уже такой, достаточно просаживающийся на средней дистанции. Тяжеловато забирать челов, а с грозы, в принципе, спрейт нормально. Странно, что здесь Кыргыз не пересаживается. Тоже зачем было вот так вот кружиться-крутиться? Ну, в принципе, окей. Ну, в такой ситуации можно было просто пересесть на пассажирское, быстренько его расстрелять с грозы и пересесть обратно, ехать дальше. Я, кстати, не помню, он, по-моему, вообще ни разу не видел, чтобы Кыргыз использовал эту фишку с пересаживанием. Может, он не знает, может быть, ему подсказать, но эта фишка очень крутая, особенно в определенных ситуациях. Вот, надо бы... Ну, может быть, просто, знаете, видел, как бы, но руки не доходят использовать. Напоминаю, друзья мои, знаешь и не делаешь, равно не знаешь. Поэтому все фишечки такие вот эффективные. Я не говорю про фишку, знаете, там, потрать 20 минут, залезть там на какое-нибудь дерево, окажись в текстурах, за зоной и сиди там нюхай бибу. Не, вот реально крутые темки, типа дропшотов, вот, пересаживаний, каких-то движух, там, панк-бустов и прочего. Это все как раз-таки является совокупностью скилла игрока. И вот, например, тот же Вейл, ой-ой-ой-ой-ой, запутался, запутался здесь. Немножечко переагрессировал. И это новая катка! Нихрена себе! Я думал, что он там рестнется, но уже, походу, время было неподходящее. Вот это да! Вот это жестко! Вот это прям было неожиданно просто, гляньте. Че-то как-то поспешил. Ни в коем случае нельзя торопиться и недооценивать соперника. Ну, бывает, ничего страшного. Тоже опыт как бы. Любой проигрыш анализируется, смотрится, и больше такие ошибки не допускаются. Ну, по крайней мере, так в теории должно быть. А как на деле хреново. Неплохо, кстати, пострелял с шестерки и АКМа, но просто чуть-чуть не займел, но контролил прям качественно. Было видно, что прицел не улетает куда-то далеко. О-о-о! Азиатская мета, друзья мои! Отлично залетела с Мушкиной М416. Ну и пошла снова фармежка. Кыргыз теперь злой. Такой усюка! Кто меня убил в предыдущей катке? Ты убил? Ты убил? А ну выходи! Выходи, негодяй! Может быть ты? Ну ладно, я найду того, кто меня убил. Рано или поздно, спустя много тысяч игр, мы снова встретимся. И тогда я буду готов. Примерно вот так. На данной локации что-то вообще не повезло. Соперников прыгнуло крайне мало. Один скват. И при том, чуваки, я так понимаю, не возвращаются. То есть вообще неприятно. Ну вот единственное, что вот еще такой вот приятный тикток. Вот. Ну знаете, я как бы всегда тиктокеров такими и представляю, что просто чувак бежит голый по полю и вот так вот что-то делает. Приседает такой тынц-тынц под эту их музычку дурацкую тиктоковскую. Знаете, вот это ха-ха. Ну вот прям оно. Так что парень полностью оправдал свой ник. Вот знаете, в этом случае как корабль назовешь, так он и поплывет более чем актуально. То есть чел назвался тиктоком и как бы вот стал таким. Так что будьте осторожнее, друзья мои, с никнеймами. Мало ли. А на самом деле этот парень еще вчера был там каким-то оксфордским профессором. Сидел, изучал там какие-нибудь новые суперчастицы. открывал новый химический элемент, делал костюм Человека-паука и Железного Человека в одном. Там что-нибудь такое. Ну вот в итоге вы сами видели бегая. Стут, 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 стутся. Я тиктокер. Вот что-то такое. Нормально. Кыргыз здесь обзавелся крюком-кошкой. Понимал, что без него уже как-то игра особо дальше не клеится. И вот с помощью смоков как раз-таки продолжил. На бум кидает гранатку, но кинул ее просто идеально. Еще один парняк, а блин, не зацепился, но ничего страшного, там угол был неудобный. Да что ж такое-то, а? Игра, ну что ты, ну давай, вот, так-то лучше. Прям вот видно, знаете, он уже после первой попытки мог оббежать этого парня. И, ну, даже было понятно, что он сползает вниз, но вот тут это как бы раз игра тебе дала челлендж, такая, говорит, ты не залезешь, ты такой, сука, игра, ты решила, что ты сильнее меня, я залезу. Вот, сколько бы времени на это не ушло, я залезу. Так что, вот давай мы с тобой даже не будем здесь спорить. Ну и как мы видим, Крис победил. Естественно. Как это не переиграть игру? Ну что же, наконец-таки количество фрагов перевалило за десяточку, топ-45. Ну, так-то 25 здесь точно будет? Вопрос в тридцатке. Вот, сможет ли Кыргиз дожать, так скажем, до 30 или даже до 30 плюс? Ну, давайте, я поверю в человека, давайте скажу, что сможет. Потому что, ну, а что нет-то? Вот, надо, надо верить, и тогда будет. Вот, давайте глянем. Опять же, кстати, тема с Моликом. Во-во-во, вот этот парень явно не знал, что Молик просто пробивает дверь деревянную насквозь и спокойнейше там все поджигает. Вот он как раз-таки стоял за дверью и думал, что ему ничего не будет. Вообще, кстати, фишка с дверями тоже уже неоднократно говорил, но повторюсь еще раз, я уверен, что кто-то да не знает. Если вы знаете, то вы красавчик, то вы профессионал, особенно если вы это используете. Так вот, двери, очень многие игроки считают каким-то порогом неуязвимости, хотя они ни хрена таким не являются, потому что они простреливаются, они пробиваются Молотовым. Тут же, если чел за ним стоит, то он поджигается и поэтому, если вы понимаете, что чувак стоит за дверью, то просто нахер вошейте и он охренеет, у него минус жопа будет. Так, услышал чувака на моцик и гляньте, начал, начал как жестко настреливать и парень аж дрифтанул, он подумал, что он Доминик Торпеда и что он сейчас как-то в дрифте красиво там увернется от пуль и еще что-то будет. Да-да, расскажешь, полсекунды и тебя нет, братанчик. Давай, удачки тебе. Не хочет садиться в трехколеску в машину смерти, все-таки вполне вероятно, что вот этого парня, если без шуток то как раз-таки занесло на этой трехколеске, так что вот он просто не справился с управлением. Ну и Кыргыз, понимая это, думает, ну нахер, если что, собака есть. Посмотрите, просто мое почтение. Ну, единственное, что чуть-чуть не затаймил гранатку, вот, но попытка все равно идет в зачет, так сказать, то есть тоже насколько человек пытается все делать, вот знаете, сейчас попытаюсь сформулировать, так вот, выжимает максимум из ситуации, то есть, да, понятное дело, что вот конкретно здесь ехал один чел и, типа, он и гранатой условно там не попал, не затаймил, охрененно, кстати, сейчас кинул, и одного чувака в подобной ситуации на мосту вынести особо не тяжело, это конкретно вот в этой ситуации, да, это не зарешало, но ты же не знаешь, ты же не знаешь, что там едет один чувак, если их там четверо, то вполне вероятно одного спрея СМК тебе просто не хватит, особенно если они там заряженные какие-то в Тетрихе, да, вот, и поэтому просто видит, что едет тачка, заранее разогрел, кинул гранату, сразу же просто готовится стрелять, поджал их, подождал к себе, чтобы там чувак не начал вилять, начал накидывать, начал настреливать, то есть, я уверен, даже если бы был здесь скват, он бы все равно его размотал без шансов, вот опять же, в чем, в чем идея, в чем смысл, если ты жесткий, очко, хорош, два очка за видос, кстати, то ты не даешь чувакам играть, то вот, опять же, тоже очень часто я вижу эту тему в комментариях, типа, да вот, у него там какие-то боты, они даже не стреляют, они не стреляют не потому, что они боты, а потому, что чел, сука, душит так, что просто минус жопа сразу же, вот вообще, только заметил, уже начинается душка, уже вот летят гранаты, уже идет идеальная стрельбающая позиция у этого пацана, вот у Кыргыза какая-нибудь такая, что только башка торчит еще и на высоте, пока ты туда наведешься, уже, уже все, уже смерть, вот в этом смысл, друзья мои, чтобы вот прям выдавливать из противника все, что можно, ну не из таких, конечно, но тут как бы без вопросов, да, ну ладно, что, ну тут человека мама кушать позвала, как бы, знаете, игра игрой, а еда по расписанию, пельмешки сами себя не съедят, вот, поэтому тут как бы без вопросов, тут ладно, можем, этот фраг мы представим, что его как будто бы не было, отлично накинул, бахнул водителя, кстати, тоже такая вот небольшая фишечка, ну она такая уже, знаете, тоже из разряда advanced, из разряда для мега профессионалов, если вы мега профессионал, то записывайте, по возможности нужно стрелять в водителя, почему, потому что когда ты выносишь водителя, у пассажиров всегда еще есть такой небольшой, знаете, ну момент брейнлага, момент того, что он соображает там условно одну секунду, две, иногда и пять, разные челы бывают, то есть ему нужно либо выйти из тачки, либо пересесть на водительской и дальше поехать, ну короче, как только ты выносишь водителя, у тебя еще открывается чуть больше пространства для того, чтобы вынести этого самого пассажира, потому что он просто сидит и тупит какое-то время, отлично забрасывает хаешками, плюс еще молотов просто забомбардировал все вообще смоки, все что можно, техника бесконтактного боя, плюс параболическая граната, взлетает, просто чекает, где находится соперник, тут же настреливает с юмпа, единственное, что очень тяжело взять упреждение с этой пушки, но ничего, есть аук, чуваки уехали достаточно далеко, но он все равно может в теории взорвать тачку, ну давай же, сука, пожалуйста, а, нормально, чел умер от инфаркта, он во что-то то ли врезался, то ли просто у него случился инсульт жоп, и он понял, что тут как бы без шансов, без вариантов, и сказал, все, я, я ливаю, чуваки, ну типа, ну ты видел, видел, ну вот как бы так, ну да, по факту, блин, очень бодрая катка, мне очень нравится, и тем временем, друзья мои, 26 фрагов, казалось бы, да, первую половину вообще ничего не происходило, просто челов не было, и тут сразу такой он шлаг, такая движуха, такой просто нон-стоп файт, нон-стоп экшен, прям мега кайф, так, выкручивает шестерку, пытается заспреять, здесь нужно было быстро тапать, все равно пытается как-то докидать, но не хватило, не хватило примерно двух попаданий, на мой такой вот взгляд, если бы тапал, вот так, знаете, не просто так, тык, 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 еле-еле, а вот так прям, тык, 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 то при этом контролировать легче, чем спрей, то есть мы видим, что в принципе, аук, ты лежишь, да, дистанция большая, но конкретно здесь Курбис довольно неплохо контролил, то есть, ну, у него прицел не улетал куда-то в космос, он все равно держал его в области соперника, вот если бы было чуть-чуть полегче, он бы скорее всего попал, и вот как раз таки вот это чуть-чуть полегче, это быстрые тапы, вот так, тык, 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 и все, и нормально, и вот было бы прям бодренько, было бы прям классно, 27 есть, осталось ровно, друзья мои, трое, ровно 30-ка в этой катке должна быть, охренеть, и моя вера, так сказать, оправдалась, вот здесь гранату уже нужно было убрать и выбежать на горячего чела, ну, как бы ладно, окей, ничего страшного, забирает еще одного с юмпышечки, и просто уже он как бы в зоне, он чувствует свою доминантность, тут вариантов отыгрыша миллион, можно сыграть чуть-чуть поаккуратнее, можно поагрессивнее, просто находишь челов и забираешь, ну, вот здесь нокнул одного, то есть понятно, что это дуо, понятно, что второй чел будет где-то рядом, нельзя дать им разрезаться, нужно сразу же подъехать и задушить, замечает первого чела, рядом с ним пока что никого нет, можно, в принципе, его даже не добивать, побайтить, вот он он за камнем, все понятно, все легко, поехали его душить, Кыргыз пробрасывает смоки, здесь у нас что-то, у него явно какой-то план, явно не просто так он всю эту херню делает, тут была какая-то склеечка, ага, одного уже подняли, левого, и он просто, слышишь, на кулачный бой вызывает, что происходит, посмотрите, два, три удара, да ладно, серьезно, против МГ-3, выходит на кулаках, чел не может его поймать, Кыргыз мансит, и это топ-1, с кулаками, без постановы, без всякого говна, как там иногда бывает у некоторых, просто вышел и накулачил, реально, можно даже сказать, отфистил последнего соперника, в топ-1 и забрал 30-й фраг, мега круть, супер катка, друзья мои, надеюсь, вам понравилось, как всегда напоминаю, что я каждый день стримлю на Твиче, я буду очень рад вас там всех видеть, приходите, ссылочка есть в описании, также там есть ссылочка на телеграм-канал, на наш телеграм-чат, там очень много контента крутого, там все люди общаются, супер комьюнити, так что тоже заходите, подписывайтесь, ну а вам здоровья, добра, удачи, и конечно же, следующее видео уже совсем скоро, пока!